Здравствуйте! Программа «Крым сегодня». Фактически два года прошло с момента начала российской оккупации украинского полуострова Крым. Больше 50 тысяч людей уехало из Крымского полуострова на материковую Украину. Свыше миллиона 700 тысяч человек уехало, опять-таки, на материку Украину из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Много, много людей, вынужденных переселенцев, как их называют в Украине, о вынужденных переселенцах, о ситуации в Крыму и все, и вокруг. Мы сегодня говорим с одним из таких человеков, с одним из таких людей, Екатерина Сергаскова. Здравствуйте, Екатерина! Привет! Значит, вопрос у меня такой, значит, с 15 марта в Киеве будет вот в магазине «Буква» будет презентация книги переселенцев, в которой собраны истории самых разных украинских переселенцев, в том числе и ваша тоже там история есть, да? Да, ну не мои личные, а я записываю. Записываем. Хотя я, конечно, тоже в каком-то смысле... Да, кстати, когда уехали из Крыма? Ну, так сложно сказать, я не переезжала прям так основательно, да, но последний раз была в январе 15-го года. Ну, в январе 15-го года это уже была больше как бы журналистская такая поездка, да? Ну, а вот когда стало понятно, что уже всё это, уже не дома? Стало понятно в конце марта 14-го года, когда, ну, я уже всё сделала, что могла там, и, в общем, улетела с полуострова сначала в Москву, а потом оттуда в Киев. То есть фактически грубо нарушили украинское законодательство? Нет, тогда ещё было... А тогда ещё и можно было, да? Просто тогда в Киев уже не летали самолёты, да, но у меня там были дела, поэтому, в общем, да. Понятно. И тогда было уже и страшно, и очень обидно, и вообще куча эмоций. А почему было понятно, что вот уже это вот переселение, а не просто я поеду сейчас, там, а через неделю вернусь? Ну, мы же все наблюдали, ну, а я на месте наблюдала, как украинские военные оставляют военные части, ну, просто на моих глазах это происходило, и все эти захваты. И, в принципе, вот там уже было ясно, что, ну, дальше будет ситуация развиваться абсолютно понятно. Причём самое удивительное, что ещё в начале марта, помню, я разговаривала с Андреем Клименко, это мой сейчас Майдан на странных дел, и он мне говорил, что вот есть три сценария, да, и самый суровый из них – это полная аннексия Крыма. Там промежуточный вариант был аннексия только в Севастополе. И мне казалось, что, ну, вот этот самый плохой вариант аннексия Крыма, он вряд ли возможен. Никогда невозможен, да, вообще? И буквально через две недели становится ясно, что всё. И начинается война на Донбассе, ну, по крайней мере, да, вот уже близко к тому, близко к тому, да. И, конечно, никто не ожидал, что вот так всё развернется. Понятно. Вот эти люди, которых вы записывали, переселенцев, да, вот какое у них общее ощущение? Они чувствуют, что они уже не вернутся никогда тут, то есть вот они покидают навсегда в основном? Или же всё-таки это просто переселенцы такие временные, как их называют там переселенцы? Ну, вот те истории, которые вошли в книгу, подавляющее большинство этих людей, они уже не хотят возвращаться, точнее, они не планируют. Их объединяет то, что они сначала уезжали просто от войны, да, от каких-то боевых действий и от сложностей, попытались найти себя уже там в Киеве, либо в Анфранковске, ну, кто где, да, вот в разные города разъехались люди. И поначалу они думали, что вернутся вот-вот, что украинская армия там всё-таки зайдёт и в Донецк, и в Луганск, и эти города будут освобождены. Но они тоже довольно скоро поняли, что, ну, дело затягивается. Ну, скажем так, до августа, наверное, ещё была, была надежда, до августа 2014 года, да, что что-то ещё возможно. Да, августа была. Потом, в общем, да, они все осознали, что возвращаться им некуда, и нужно обустраивать свою жизнь на новом месте. И вот, собственно, вот сейчас, на данный момент, вот мои герои говорят, что они уже не планируют возвращаться, потому что у них уже открылись новые горизонты, они уже запланировали себе какие-то действия на будущее. А вот эти люди, они чем-то отличаются от тех людей, которые, ну, уехали тогда, например, от тех людей, которые выезжают сейчас, или просто переезжают из одной области Украины в другую область Украины? Ну, это всё равно, что если бы ты спросил, чем отличаются вообще внутренние мигранты, там, у нас же страна такая вот, люди постоянно переезжают с места на место. Я думаю, что те люди, которые переезжают сейчас с оккупированных территорий, они делают это абсолютно осознанно, они понимают, зачем они выезжают, у них уже есть какие-то планы. В отличие от тех, кто выезжал вынужденно тогда, потому что, ну, их дома уничтожались фактически, да, вокруг велась стрельба, они уезжали, потому что, ну, другого выхода не было, иначе они могли просто погибнуть. А сейчас люди выезжают, потому что они уже хотят думать о чём-то другом, кроме вот этих развивающих снарядов, кроме, там, голода, там, нехватки денег. А вот эти вот интервью, они сейчас записаны были, или это более ранняя история, там, не знаю, 14-го года? Я их записывала, ну, сейчас точно не помню, ну, между 14-м и 15-м, скажем, больше, наверное, часть была записана в 15-м году, и называлась она, ну, это серия у меня была, «Живая библиотека Донбасса». И там были не только истории про вынужденных переселенцев, но и просто про тех уроженцев Донбасса, которые когда-то переехали в Киев. И, в общем, мне хотелось показать, что это, ну, среди них много крутых людей, у которых есть чему поучиться, у которых есть неординарное видение. И чему у них можно поучиться? Ну, у каждого своя история, да, но вот… Но вот есть что-то такое, чтобы их всех объединяло? У них есть очень большая воля к свободе, к справедливости. Ну, вот для меня там большой пример – это Костя Ревцкий из Луганска, который, ну, на такой сложной территории занимался правозащитной деятельностью. И он, конечно, большой пример для подражания, потому что он и во время захвата СБУ в Луганске заходил внутрь, общался с боевиками, да, с людьми с оружием, рисковал сам попасть в плен, да. Ну, он это сделал, он пытался хоть какой-то диалог наладить, но, к сожалению, ничего не удалось. Вот, но он большой молодец, да. Есть там, не знаю, есть Ариана Хмельнюк, она основала такую креативную школу для того, чтобы развивать там среду дизайна, искусства, вот. Тоже хороший пример. Ревтина Кахидзе из Ждановки, Донецкой области, она нам рассказывает, ну, вот, раньше она каждый день рассказывала о том, что происходит в Ждановке через слова её матери, которая до сих пор остаётся там на оккупированной территории. Вот, она своего рода такой медиатор, ну, доносит нам то, что там происходит. Какие-то люди, вот, допустим, из Крыма до сих пор боятся рассказывать о том, что там происходит в Крыму, даже пересказывать слова своих там родных и близких, да, объясняя это тем, что, знаете, ну, вот, потом я боюсь каких-то там неприятностей. А что вот с такими людьми из Донецкой и Луганской областей? Насколько они открыты и способны, вот, говорить искренне? Ну, есть люди, которые готовы говорить, они публично об этом пишут, не всегда их позиция совпадает просто с ожиданиями. Вот, поэтому, может быть, кем-то воспринимается в штыки, вот. Но я думаю, что и тех, и других объединяет вот этот страх перед местными властями репрессивными, которые применяют активно КГБшные эти методы запугивания. Ну, плюс у всех есть соседи, которые стучат, и вот попробуй что-то сказать, тебя могут и арестовать, и в плен забрать. Но пока деньги дают только, вот, я сегодня прочитал, пока только в Белоруссии дают деньги за стук на соседа, как бы уже достаточно, ну, профессиональный подход вообще, да. Хорошо, тем не менее, давайте мы посмотрим такой пример людей, которые были вынуждены покинуть свой привычный уклад жизни, свои дома, свой бизнес, переехали на материковую Украину, но и здесь смогли по новое организовать дело своей жизни. Переселенцы активно открывают собственный бизнес на новых местах проживания. Своим опытом они поделились на бизнес-форуме в Киеве. По словам организаторов, основная цель – объединить усилия всех тех, кто оказывает помощь в создании собственного дела переселенцам. А также поближе ознакомить новых бизнесменов с основными принципами развития предпринимательской деятельности. Мы собрали участников из всей Украины. Это и громадские, и международные организации, которые помогают для переселенцев открыть свой бизнес, проводят научные программы, гранты программы, и также сами переселенцы, которые уже открыли свой бизнес. Або за допомогой грантов, або самостоятельно, но на новом месте открыли бизнес. Мы хотим, чтобы между собой эти две телевизорные аудитории познакомились, поспілковались. Актуальной проблемой для переселенцев остается вопрос переквалификации. По словам советника по вопросам внутренне перемещенных лиц Анастасии Бондаренко, часто прежняя специальность переселенцев оказывается неактуальной на новом месте проживания. Когда люди сначала выезжали, они думали, что вот сейчас мы тут быстренько как-то перетерпим, быстренько на какой-то временной работе, потом вернемся домой, и все будет хорошо, все вернется на круги своя. А сейчас люди поняли, что им нужно обустраиваться в той реальности, в которой они сейчас существуют, что быстро, к сожалению, это все не закончится. И начали активно пытаться как-то развивать свой бизнес. Эксперты отмечают, наиболее активно гранты выдаются на какие-то необычные проекты. Переселенка из Горловки Светлана Толпинцева занимается с мужем консервацией капусты. Сейчас семья Толпинцевых живет в Харькове. Город большой, рассказывает Светлана, студенческий. Часто людям не хватает времени на приготовление еды. Я написала бизнес-план и жду со дня на день получения нового капустореза, потому что у нас было варенье. В общем-то, надеюсь, что теперь мы сможем делать более качественную нарезку и увеличивать, опять-таки, объем реализации и свои доходы. Переселенка из Алчевска Виктория Хромова также получила грант и открыла в Житомире Центр образования и творческого развития детей. Трудностей, говорит она, было много. Незнакомый город и новые люди явились непростым барьером для развития собственного дела. Основная трудность вообще была, потому что на новом месте изначально. Потому что приехали, и это была такая мечта давно, я вообще преподаю уже много лет. Мечта была давно, ну как-то все время, потом, потом, потом. А тут получился вот этот грант. Если бы, наверное, не он, то, наверное, так и оставалось бы пока в мечтах. Это был такой толчок от трудностей. Ну, сейчас я работаю только полтора месяца. Трудности есть сейчас с поиском клиентов, трудности есть с тем, чтобы доверяли люди тебе, трудности с размещением рекламы на незнакомом месте. Хотя мы здесь живем уже почти два года, мы в Житомире. Но все равно, как бы, мы еще здесь не свои. Организаторы форума с радостью отмечают, что между переселенцами нет конкуренции, даже если они работают в одной сфере. Они готовы обмениваться идеями, они готовы делиться каким-то своим опытом, ошибками, або, наоборот, какими-то успешными вещами. Один с собой, между собой они делятся и таким образом помогают один одному. Что касается напутствий и советов, переселенцам участники форума сошлись в едином мнении. Главное, что-то делать и не ждать помощи от государства. Самое страшное, уверяют они, сделать первый шаг. После этого втягиваешься в рабочий процесс, а собственный бизнес помогает почувствовать себя по-настоящему дома. Программа «Крым сегодня» в нашей студии Екатерина Сергатского, мой коллега-журналист. Правда, не совсем, потому что она книги пишет. Книга у нее называется «Переселенцев». Сейчас выходит, завтра, точнее, будет презентовано уже в Киеве. А мы только что смотрели сюжет про переселенцев. Екатерина, такой вопрос. Люди, которые приезжают и не могут найти себе работу по специальности, чем им заниматься? До пенсии еще далеко все-таки. Надо как-то чем-то себя занимать, а на социальную помощь долго не проживешь. Я нахожу себе ответ в том, что каждый должен искать свое применение. Если у него специфическая профессия, например, шахтер. Очень много людей, которые были задействованы на шахтах. У них, конечно, представь себе, ты шахтер и приезжаешь вдруг в Киев или во Львов, где вообще ты не можешь себя никак применить. Тут, наверное, не стоит полагаться на государство, потому что… Тебе при всем желании, тебе в Киеве, во Львове или в Одессе не откроют шахту, да, чтобы ты там работал? Ну да. Ну ты можешь сам себе, конечно, попробовать что-то сделать, какую-то скопанку. Ну это все шутки, конечно. На самом деле в Украине есть много ниш, которые не закрыты, в том числе в сфере обслуживания. И у нас, вот я заметила, что многие переселенцы начинают открывать какие-то точки питания, кафе. Там вот крымчане открывают чебуречные. И это супер, ну потому что реально в Украине мало кто делает хорошие чебуреки. Ну кто, как ни крымчане, да, могут этим заниматься. Вот я знаю, что в Мерефе там очень крутые чебуреки. Это Харьковская область или Днепропетровская? Да, под Харьковом сразу. Вот. И на жиднем рынке в Киеве тоже вот открыли переселенцы. Ну то есть вот эта ниша открыта, и она всегда готова заполняться. Потому что вот такой маленький бизнес, он вообще, в принципе, спасает людей. То есть вот найти самому себе занятие, даже вот такое маленькое. Ну вот ты мне в паузе рассказывал про пельмени, да, вот человек приходит на дому, лепит тебе пельмени. Это отличное занятие. И причем она не требует каких-либо там особой техники, да, для того, чтобы и особых вложений в такой бизнес маленький. Да, ты просто делаешь своими руками то, что ты умеешь, помимо вот своей профессии. Мне кажется, это здорово. Окей, из вынужденных переселенцев к еще одной категории вынужденных переселенцев. Значит, мы сейчас поговорим про пример милиционера, который переехал на территорию материковой Украины. В частности, крымчан Антон Шевцов. Значит, он был назначен главой национальной полиции Венецкой области в конце января вот 2016 года. Через месяц активисты уже начали кампанию против Шевцова, обвинив его в симпатии к русскому миру. Ну, совсем недавно, значит, даже активисты раздобыли видео телеканала «Россия-1», где 9 мая уже 2014 года, то есть после российской аннексии украинского полуострова Крым, в захваченном Севастополе, Шевцов участвует вот в таком параде. А впереди знамя несет еще один. А вот знамя несет, точно справлюсь. Достаточно, там был коротенький фрагмент, понятно, что он не главное действующее лицо, но вот идет и говорит, да, вот я с ленточкой. И этот человек потом возглавляет национальную отделение, областную, да, как бы национальную полицию в Венецкой области. Сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, он делает через Фейсбук, но написал в Фейсбуке на своей странице, прошу, значит, главу национальной полиции Хатю Диканаидзе уволить, ну, вообще рассмотреть вопрос про увольнение начальника Венецкой областной полиции. Что здесь мы можем, какие уроки мы можем из всего этого извлечь? Ну, наверное, тщательно подходить к отбору кадров. Это, ну, первое самое главное, да. Нет, на самом деле, я знаю, я уверена, что когда его назначали на эту должность, люди, которые назначали, знали о том, что он делал в Крыму. А Антон Шевцов даже выложил справку на своей странице в Фейсбуке, вот у нас какое-то общение все сейчас такое фейсбучное. Справка эта дана ему СБУ Украины о том, что он прошел проверку и что он не подозревается ни в каких действиях в сепаратизме, в общем, ни в каком, да, и подрыве государственной устойчивости. Вопрос к СБУ в том числе, почему ему дали такую справку? Тут вопрос в другом, да. В принципе, как бы нахождение человека на украинской земле, он говорит, Крым, Севастополь, это Украина, я там находился, потому что это Украина. Ну, вот с ленточкой, потому что это вот праздник, да, поэтому я с георгиевской ленточкой там находился. Тут же вопрос, может быть, а может быть, действительно он перед законом и чист абсолютно, да, и тут у нас есть только какие-то моральные наши, не знаю, забабоны, да, какие-то предрассудки. Ну, мы можем вообще обсуждать сколько угодно, каких он взглядов и почему он эту ленточку там надевал и так далее. Ну, есть факты, на самом деле, да, но если, ну, просто вопрос к СБУ, на самом деле, не только Шевцов был замечен в таких сепаратистских, как бы, тусовках, да. Есть и другие примеры, там, судья, который сейчас работает, по-прежнему работает в Днепропетровске, хотя в Крыму он чуть ли не говорил о том, что он планирует переобучать, как бы, украинских судей в Крыму на российские, ну, на российские законы. Да, есть вот такой человек, есть очень масса вот таких людей, которые были задействованы в сепаратизме, но при этом сейчас они занимают должности при государстве. О чём это говорит? Это говорит просто о слабости украинской государственной машины, вот в хорошем смысле этого слова. Ну, наверное, о коррупции тоже. Что никто не представляет вообще, не заботится об интересах государства, значит, и каждого из нас. Ну, я думаю, что это договорённости вот эти, которые уже набили, честно говоря, оскорные. Договорённости, как бы, просто вот мы порешаем всё, да, на самом нижнем уровне? Да, на локальном уровне, на высоком уровне, везде, да, вот это кумовство, я думаю, что это как раз те случаи. Ну, это, наверное... Что, может быть, за мной, может быть, нигде это не появится, да, но я думаю, что вот это видео, оно вылезло, потому что кто-то постарался всё-таки. Если бы никто не обратил на это внимание, то и мы бы не узнали об этом. Ну, я думаю, что, наверное, кто-то из севастопольцев, да, ну, я могу предполагать, на самом деле. Ну, люди, которые, в общем, обижены такой ситуацией, да, что... Да, когда человек как бы там, и как бы и тут, и всё хорошо, и потом. Но, тем не менее, ничему не удивляюсь, да, поскольку говорят, что достаточно большое количество военных, в том числе, по-прежнему продолжает ездить в Крым, к каким-то действующим военным. Да, я так читаю, такие некоторые средства массовой информации, да, о том, что они бывают там тоже в Севастополе. Ну, окей, это как бы информация неподтверждённая. Теперь я хотел бы поговорить вот ещё о чём. У нас остаётся немного времени. Значит, мы в последнее время очень много внимания уделяем делу Савченко, делу Кольченко, делу Сенцова, Афанасьева. Постоянно об этом говорим и пишем. Но вот за этим мы, может быть, забываем. Мы, в том числе и мы, Черноморская телерадиокомпания, о таком судебном процессе по делу Николая Корпюка и Станислава Клыха. Сегодня их судят в городе Грозный, это Чечня в Российской Федерации. И сегодня туда приехали родственники и свидетели защиты. Как написал, значит, корреспондент радио «Свободы» Атон Наумлюк, ещё несколько свидетелей было заявлено на завтра по видеосвязи. От их допроса неожиданно отказалось обвинение. Журналисты, бывшие на площади «Минутка» и в самом... В общем, там сложно, я не буду всё пересказывать. Как бы их судят вообще за какие-то заучастия якобы в событиях 20-летней давности, что они участвовали вот в этой Первой Чеченской войне. Да, на... На Второй всё-таки, но они ещё не наступили. Ну да, ну вот 90-какого там, 94-95-го годов. А за что судят этих людей? Как вообще они оказались теперь на территории Грозного, если они участвовали там в событиях на Майдане? Вообще непонятно. Ну, одного из них вообще задержали в Чернигове, российские спецслужбы, и селком увезли в Россию. Уже в 2014 году, да? Это было в 2014 году. После Майдана? В мае, если не ошибаюсь. Или в июне. После Майдана всё это было, да? Да, да. Это произошло уже после Майдана. А как так получилось? Ну вот так. Ну, это дело очень неинтересное и странное, скажем так. И я рада, что хотя бы российские правозащитники его ведут и постоянно выкладывают какие-то материалы. Вот Александр Черкасов, глава общественной организации «Мемориал», вот он очень внимательно за этим делом следит. И вообще, честно говоря, стыдно за украинских правозащитников и представителей государства, потому что это дело не освещается вообще. А там родственники... Ну вот у нас на фотографии мама Клыха, да, которая потратила последние средства. И брат Карпюка, второго участника этого процесса, да, он взял кредит, чтобы приехать в Грозный. Там говорят, что судья заболел на месяц, поэтому следующее заседание будет только через месяц. Да. Ну то есть ситуация чудовищная. Насколько я знаю, что оба, и Карпюк, и Клых находятся в ужасном состоянии физическом и психологическом тоже, естественно. Потому что их, ну их почти год не могли найти вообще. Где они находились, в каких СИЗО, то есть их в итоге нашли, да, какими-то вообще правдами и неправдами, какой-то даже буквально случайности. Там просто мать ездила повсюду. Их сильно били. Ну то есть у них, насколько я знаю, до сих пор проблема со здоровьем. И ими никто не занимается. Украинский МИД тоже нет. Ну украинский МИД тоже нет. Окей, будем задавать ему вопросы. Спасибо. Екатерина Сергатского была гостью нашей студии. Это программа «Крым сегодня» на канале Черноморской телерадиокомпании. Напомню, что 15 марта, то есть завтра, в Киеве, в магазине «Буква» будет презентация книги «Переселенцы». Ну а в завершение я еще хочу, чтобы вы посмотрели небольшой сюжет наших корреспондентов. Он о том, как Крым стремительно превращается в очень милитаризированную зону. Программа «Крым сегодня». Слышите с нами. Милитаризация Крыма набирает обороты. Угрозы для мировой безопасности обсуждали на международной конференции в Киеве. Еще осенью 2014 года правительство России объявило, что планирует создать на территории Крыма 40 новых боевых знамен. Это без учета подразделений спецслужб и полиции. Послом эксперта фонда «Майдан иностранных дел» Юрия Смелянского, это означает, что на оккупированной территории планируется развернуть 40 новых подразделений, уровня не ниже полка или бригады. Такая военная группировка, отмечает он, составит 100-120 тысяч человек. Эксперты предупреждают, при этом оккупанты попытаются любыми способами сократить численность населения на полуострове. Военная группировка численностью в 120 тысяч человек потребует наличия 480-500 тысяч человек гражданского населения, постоянно проживающих на этой территории. Часть этих гражданских – члены семьи военнослужащих. Вот даже если удвоить численность необходимого гражданского населения в Крыму с точки зрения экономической оптимальности, то должно остаться не более 1 миллиона человек гражданского населения. Все остальное население лишнее. Военная база в Крыму представляет угрозу Украине и создает большую вероятность оккупации материковой части нашей страны, предупреждают эксперты. Путин может решиться на реализацию плана коридора по суше между территорией Российской Федерации, Крымом и Приднестровьем. Эксперты удивлены, что в подобной ситуации Украина и всемировое сообщество не предпринимают решительных шагов для обеспечения своей безопасности. Заход стратегии подальше своего расширения в плане евроатлантической цивилизации не имеет. Российская Федерация при браке ресурсов стратегического игрока в свете стратегию имеет. В этих условиях, мне кажется, Украина должна заниматься более активную позицию, и не пассивную, а атакующую позицию. Эксперты настаивают на скорейшем создании международного механизма по деокупации полуострова. Наиболее оптимальным вариантом, считают они, является формат Женева+, с участием стран-подписантов Будапештского меморандума. Главный джилиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров считает, что в переговорах обязательно также присутствие Российской Федерации. Это может быть майданчик, который создается только с одной целью, с метою обговорения вопросов окупации Крыму, повернение Крыму. И на вопрос, если Россия не сядет за этот майданчик, я могу сказать, что это и есть нашим задачей. Аннексия Крыма – это проблема не только Украины. Военные, политические эксперты и аналитики призывают международное сообщество отреагировать на расширение военной базы в Крыму. Пока не стало слишком поздно, и некогда мирный курортный полуостров не превратился в непотопляемый ракетный авианосец.